и всем привет и подписчики канала амбр латэйч инкорпорейтед вески с вами на связи но этот эпизод я сейчас записываю уже самостоятельно у вас во вторник был шестой эпизод который записывал подряд а этот я записываю уже в прошлое воскресенье то есть в более свежие эпизоды ребят всем спасибо кто пишет комментарии надеюсь что вам нравится что вы попадаете в комментарии от краски тут в начале должны где-то победу сейчас быть появляться комментарий обычным все их ставят в конец а я вставлю в начале хочу поставить как это все будет как смотреться то будет прошлый раз мы с вами были здесь и мы тут с вами пофотографировали правда на все равно подседает что живет каждый раз ведь не первый раз такую проблему замечаю каждый раз жрет ведь живет тоннами живет много пойми хоть что что жрет забавно да вроде бы все должен быть адекват здесь а вот нет всегда какой-нибудь далак будет ладно я снижу немножко экшена сходства я вообще вырубил все чтобы вообще ничто не тревожило нас он для записи вообще что ничего не тревожило вот получше стало правда теперь я вижу что в экшене тормоза 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 нет тогда надо нет полное сходство что надо оставить это программа если кто не понимает о какой экшене говорю экшен миллорис называется хороший программ и она реально хорошая она не ест очень много она хорошо оптимизирует а тебя разведи посадили дачи не казнили живут-то дамочку которую мы осудили как ты думаешь будут еще эти мятежи торговый день был полностью сорван знаешь я абсолютно уверена что скоро все наладится надеюсь а то не купишь сумочку да сумочку от местной гучи не купишь ведь да ладно я думаю раскочегарится во первых это новая локация не крути и его я только-только запустил то есть обычно не раскочегарилась у меня ты не с объяснением у меня нет столько места доната тебе нет ни у места а да вспомнил здесь же и загадка они стоят спина к спине два брата по оружию я лежу у ног того который смотрит на змею в тени лежит у ног того который смотрит змею в тени зона большая покрытие так смотрит на змею тени но тут тень может быть вот здесь а два брата спина к спине значит вот здесь а вот они наконец-то грамм на главной площади спрятали у всех на виду и никто даже не заметил но потихонечку раскочегарилась на здесь все с вами начинает раскочегариваться потихонечку так здесь проблем нет по предметам на прокачку ничего нет ладно так значит наш сейчас задача удар нас сейчас только одна задача осталась это встретиться с этсли верховным айтити получается сюда нам до вашего ничего не глюкнула этом не будет выключить стоп 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 держит мне же чиж что-то есть о там тоже наверное туда не заберешься ну и ладно привет малец лара ты как настоящий змеиный страж я узнал кодовую фразу чтобы попасть в тюрьму где держат маму невинные глаза сомкнуться на рассвете когда сгинет слабость поняла мы ее вызвали есть еще кое-что что он как она схватили для восстания нам нужны все войны и он папа моей подруги каяры все понесли его бьют его подруги растет мальчишка ты его знаешь уходил отсюда тут небезопасно увидят сдернут спасение хакана так стоп а спасение хакана поговорите с каярой удалось сначала с ней поговорим потом пойдем изучать всю красоту так вот она гребничонка так это мы изымаем так ядовитых жуках здесь не надо держать вроде бы верхний голод а ядовитые жуки ваш водится на тут с этим много дорог может еще одну торговую лавочку найду кстати это хорошая мысль девчонка а ну отойди от двери твой отец мятежник и умрет за это наверно это каяра о которой говорил если значит хакан в той камере нужно придумать как его вытащить и подожди мне нужно с тобой поговорить может эти мятежники наконец сложат оружие когда увидят чем так теперь запели то есть вы заметили ребят как забавно она сейчас сказала кто нет со мной нет я могу понять что это правильное утверждение объективное утверждение но публично так заявлять открыто но может конечно в этом есть намек но звучит слишком затем материалистично любить отца за то чтобы она не заботился они о том чтобы ты и отец нереально больше я не унесу прости не бей меня я только хотела попрощаться с папой я тебя не обижу каяра я помогаю мятежником ты знаешь мое имя твой друг если попросил помочь тебе он что да может ты расскажешь что случилось папа винит кукулькана в смерти мамы я говорила что и ничто не вернет но он не слушал он хотел убить кукулькана теперь убьют его и я останусь одна ну ну все будет хорошо я попробую на площади есть еще мятежники они хотят нам помочь но они боятся может ты их убедишь я сделаю все что смогу каяра обещаю я не дамам забрать твоего папу спасибо я лара ларат правильно говорить ларят ларят кровь туда вы понимаете какая прагматичная тварида я имею право сейчас сказать значит ее отца схватили остальные мятежники чуть не смогли спасать свою школу к счастью она сейчас просит пусть они сдохнут ну натрави всех чтобы точно все сдохли а ты папку вытащи потому что я не хочу чтобы он сдох это реально может эти мятежники наконец сложит оружие когда увидят чем это грозит а вы кто у нас такой что ту малышку сегодня лишь от отца но может благодаря этой казни люди поймут что эти мятежники угроза для гармонии пойдите некоторые полагают что гармония присуща лишь тем кто живет верхнем городе при всем уважении ахау я не выбирал эту жизнь моя жизнь дар богов любая жизнь забавно что они все говорят на английском мятежники говорят что хотят объединить пойти ти но разве война не разъединяет нас еще больше они хотят объединить низших бомжей с высшими бомжами это вполне адекватно должен быть только один слой бомжей не бывает высших низших бомжей если честно я думаю что все эти казни только на пользу нужно преподать людям урок а что если вот те кто поднимает восстание возьмут власть и точно так же будут думать и ты стоишь первицам на шафот мне кажется он запоет уже в другую песенку больный придурок если честно я думаю что все эти казни только на пользу да 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 мистер больной не бойся я подруга у нурату я хочу освободить пленника помоги мне конечно стражи убьют нас если мы подойдем близко разберись с ними тогда я тебе помогу принято приветствую ахау тебе нравится казни казни конечно но сейчас прерви свою молитву я хочу спасти пленника но одна я не справлюсь служитель трубе и чужестранка который говорила у нурату разберись с охраной и я помогу открыть дверь так с кем еще мне тут поговорить о вы мистер йогуч ты ведь сыграешь музыку для посланника богов это большая честь ахау давай нам нужно как можно больше отвлекающих маневр прости ахау но ты не беспокоишься беспокоюсь о чем кукулькан забрал так много людей в жертву в последнее время не только мятежников я слишком много было смертей я знаю что богам нужна дань чтобы солнце не погибло но не волнуйся волна смертей скоро кончится поверь баш так сейчас можно помоги открыть дверь стражи там нет тогда идем быстрее давайте давайте парни теперь выйдет быстрее 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 чего ты хочешь не бойся я друг у меня нет друзей похожих на тебя конечно мы не твоя дочь тебя ждет можешь идти каяра черт каяра беги спрячься где-нибудь я тебя найду я выведу нас отсюда так я тебя вспомнил ты чужестранка я видел тебя асанурату в нижней деревне если я не ошибаюсь тебе запретили связываться с кукульканом я был неосторожен и глупо а это тот самый жажды мести теперь я это понял я рисковал всем даже каяры дочери нужен отец больше чем тебе месть ты права спасибо ладно давайте вытаскивать папашу ламаем 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 какая хрупкая камера Энди Дюфрейн прямо завидует не отходи не беги идиот тут могут быть ловушки спокойно спокойно не бежал бы все было бы нормально если навалиться вместе мы сдвинем этот камень вы понимаете что они выходят прямо напротив этих сабах на главную площадь ты помог я не об этом путь к тому что важно к моей дочери вот этот нож принадлежал моей жене я хотел убить им кукулькана но теперь он мне не нужен нож улучшил можно добывать больше ресурсов разделывая животных ну ладно этого спасли и хорошо а надо еще отчитаться яри я думала что никогда больше тебя не увижу папа прости меня милая дай посмотрю на тебя обещаю я больше тебя не брошу давай пойдем домой так мило так одного спасли мне надо вниз поэтому давайте сначала пойдем по верху соберем все вкусняшки что есть поблизости это деревянное оружие почти точная копия современной штурмовой винтовки мастер который сделал его наверное обладает великолепной памятью или же у него перед глазами был образец возможно оружие было украдено у тринити и он хочет слушайте очень хорошая копия автомата калашникова ну ну причем инкрусти да ему на тульский оружие зовут глядишь вместо опасного оружия делал бы безопасные игрушки так а это уже внутренней части так полагаю но туда я никак не залезу как не старайся но по изучать местность давайте по изучаем побегаем пособираем все что есть и потом пойдем спасать уже он у раду пора уже двигаться по сюжету в конечном итоге сколько тут заданий делали оу ла ла не могу не сфоткаться слишком красиво с вы посмотрите как разлегся я понимаю жара лето и все такое ну вот так вот на показ съем свое хозяйство постановочно не только то работе тебе ты в димали да пока с antis посмотри что у меня есть на продаже но ỗ вот агдеем наши контрабандеры скатяется все кроме барабана римака чего нет алая охотница пока не интересно сигнальные патроны них я так делаю ну может отдал охотник а в принципе давайте сигналь патрончики купим что продать можем не фрейд в принципе можно на пока подержусь это дело тряпок а вот это можно не древесины много не надо так а вот перик я оставлю пока штучек 20 нормально отлично нормально 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 так 15 штучек оставим забирать нормально растение за линия спасибо да знаю я жал в прошлый раз что на все ничего не хватает но с другой стороны пусть пока так сделаем придача ла а точно мы с ней общались посмотри что у меня есть на продаже я посмотрю что у тебя сундучки серьги в идеальном состоянии на них изображен крылатый зверь с хоботом в руке у него факел или может быть посох такое украшение символ богатства и процветания возможно эти серьги даже принадлежали особи королевской крови представляете себе плотность такой сережки пупухи кошмары и скорее бируши одна из зала больше степени но я рад что наша мадмуазель контрабандист здесь это радует это очень радует и успокаивает а этот жук стоит и ждет не замечу не замечу я заметил здесь полный кто понимает место диазы язык таки чу по-моему либо юкатанский в крайнем случае точно не манский но я не понимаю не несколько сетка кечу первую участвует заменит но птицы никак не завозьму а вот перья он там щепашка валяется так тут вроде все а что у этих язык не смог сбежать если кукулькан узнает он казнит нас вместо него это наверняка девчонка это она все испортила ребенок точно хочешь объяснять все именно так ну в каком-то смысле они правы я да реально повлияло конце концов нужно же было ей понравится это ли она даже была в шоке что это слишком хорошо сработал чтобы быть правдой а кстати и молокосос ты тут но все еще тут и мы твой какой цикек спасли давай к нам помогать теперь нет на что заворожил себе девчонку лишь достойные сведущие могут попасть священные земли невинные глаза сомкнутся на рассвете когда сгинет слабость проходи точно благодарю молод мой молодец хорош и второй уровень защиты до нет а вот зря было полезно а кстати там у вас больше ничего нету долго вы еще не собираетесь изображать вас ставшим и народ пока так вот лаву сейчас скроем вот слишком хороший вариант без лары великолепно смотрится так вот так вот и ты говоришь это мне в лицо я никогда не и когда-то мы с тобой бы послушаем я слишком долго смотрел на это сквозь пальцы но хватит он у раду что я могу покончить с этим здесь и сейчас назови хоть одну причину оставить тебя в живых начало где хорошее скользкая пиздец так сразу сделаем пометку но тут явно мне нужно будет тотальное уничтожение местного населения не без этого так она не бежит амару вспомни кто ты такой я один из вас да ты поэтому меня арестовал если мой брат был жив мир его прохода он назвал бы весь наш спорт траты времени идиом домой так она дома а я дома вот именно это мой дом он рад только представь как расцветет по идите если солнце взойдет над миром где нет внешних опасностей разве ты не опасен преобразит мир мы все творим судьбу мы сила все вместе все что я делал было ради по идите все он был раздроблен я объединил его только я понимаю что нам угрожает ты то есть то тебя нет как будто жить здесь не обязательно да я жил во внешнем мире и знаю теперь чего нам ожидать и с каждым днем это все ближе по идите не переживет этого вторжения все что для нас важно они отберут или разрушат ну так нужно бороться вместе как того хочет наш народ воскресе в солнце пойми это спасет пойти всего лишь на мгновение но потом это не защитит нас от обнаружения от вторжения нам просто придет конец нет нет нам нужно быть храбрыми решительными но прав помоги мне мне нужен твой ум твоя стойкость в моем мире как тихо сговорил мире подпитой ордена кукулькана или точнее тринити если тебе нужна власть забирай только помоги мне защитить пойдите сейчас и тогда да пожалуйста правим как тебе будет угодно я отдам тебе трон я сделаю нет нет я найду ларец и воскрешу солнце оно будет тебе судьей почему ты такого мнения обо мне взять ее назад в камеру ты можешь меня отослать но я не предам наш народ нет ты просто подведешь их и ларец пропал миссионер андрес лопес украл его 400 лет назад что ты положила жизнь на поиски не в том месте уходи это объясняет почему их не было в зоне виндиго это объясняет почему их не было в зоне виндиго это были только трубцы которые виндиго сами-то притащили так мне тут выбор что ли за кем идти с одной стороны я с ним согласен если его цель истинная цель защита от тринити то он обе то он тогда это правильный способ ну и защите вообще от внешнего мира заткнись я команда поле на заводни из кана на пароходе едет еще одна группа детей из всех десяти особое внимание обратите на того которого зовут амару на него я возлагаю особые надежды однако иногда он бывает угрюмым и жалуется на то что скучает по брату советую создать для него особое расписание такое при котором у него не будет времени скучать по дому такого не существует расписание в природе она не может быть существом о компания завершена найти поетите тени удлиняются а гора черная как ночь скорбит когда бледнокожие чужаки обрывают короткую но невероятно плодотворную жизнь кую а капака того кто мечтал о величии и ради этого взвалил этот город себе на плечи и понес его наверх того кто просил уинте только согреть его во время работы на реках на полях на каменоломнях кую а капак заключил договор с чужаками он отдал свою жизнь чтобы мы могли жить свободные но по законам этих людей из далеких земель в общем здесь много чего валяется но я сначала скорее всего прогуляюсь до минусу так я могу сюда спуститься могу давайте изучим конечно тут что то есть вот так поярщик посветле будет думаю здесь где-то должен быть рюкзачок ну или артефакт жена инти дочь веракочи и мать основателя империи инков скорее всего это еще один артефакт который секта отняла у жителей по тити ну красивый не сам отрицать жирный но красивый пока изучу это место тут слишком много всего разбросано местные священники или лучше сказать шаманы если мы хотим отделить язычников от тех кто идет в свете господа первыми вышли нам навстречу они первыми выслушали нас первыми узнали о внешнем мире после этого некоторые из них почувствовали себя обманутыми и умоляли чтобы мы крестили их они верно рассудили что напрасно верили и поклонялись древним божествам этой страны как сказал один из них если сюда с другого края света вас привел ваш бог значит он воистину могущественен и только глупец ему не поклониться мы обучим этих шаманов английскому и прикажем им учить население по тити перерывожу проще они хотели попасть в религиозный сан но и послали тахарем и пост крестили вот и все то конечно так будет черно-желтая полоса на его лице означает что он бог тескотлипока игравший важную роль в жизни ацтеков посмотрим вспомнили я все к чему он имел отношение ягуары ураганы ночные ветра ночное небо земля север колдовство красота искушение лидерство война раздоры конфликты вообще и конечно обсидиан и прорицание вместо правой ступни у него часто кусок полированного обсидиана который ацтеки использовали в качестве зеркала эти зеркала применялись в шаманских ритуалах и предсказаниях имя тескотлипока в буквальном смысле означает дымящееся зеркало интересный список работ оплатит его сколько интересно этому башку так чтобы уменьшить вероятность попадания болезни в пойти те император чека временно запрещает жителям покидать город изоляция сейчас находится за пределами города запрещено в него входить изоляция пойти те все еще приходит в себя после недавней эпидемии и новые болезни могут нарушить хрупкое равновесие по приказу секты кукулькана в общем изоляция нет это правильный подход чтобы сохранить баланс жителей и тут как же было с староверами у нас в россии они же они же прятались от таких же шизиков как и они но чем все кончилось их потом нашли и они заболели начали вдохнуть чтобы не разрушить неустойчивый баланс сил все члены тринити должны выполнять следующие правила ограничить выходы в город если выйти за пределы здания необходимо всегда надевайте одежду сектанта не берите с собой современное оружие по возможности избегайте прямых контактов с жителями пойдите в общем не пугать что здесь находятся захватчики из дальних земель как 400 лет назад вот и все а это я заберу это я заберу так кукулькан призвал меня в ряды жрецов пантеон пойдите представляет собой смесь нескольких культур мне надо изучить их верования и ритуалы чтобы обратить их же собственных богов против них люди из-за большой воды умные и изобретательны у меня нет ни малейших сомнений что вскоре весь город будет под властью кукулькана он живу эти места и должен знать все религии собственные хотя ладно это говорит тот кто плохо ориентируется в собственном городе по названиям улиц да кому у собака так а тут что у нас это танатию бог солнца повелитель рая ацтеков которые они называли талан он фактически был самим солнцем и при том пятым он стал управлять пятой эпохой после того как погибли предыдущие четыре солнца ацтеки верили что должны регулярно приносить ему жертвы иначе он откажется ходить по небу его что неудивительно тесно связывали с орлами и часто изображали с орлиными перьями на изображениях он обычно держит в руках оружие например стрелы и щиты а также инструменты созданные специально для человеческих жертвоприношений а то есть он еще и профессиональный грибал электронист интересно у них божественный пантеон эй амар открывай ларат пришла это реально забавно назвать лару круфт ларят весело весело веселый народ могу пос могу не удивлюсь если здесь наверху тоже что то есть а сюда залезать не хочешь уже то есть сюда можешь а сюда нельзя ну ладно ладно идемте спасать сколько у нас 35 минут только записано идет так чисто поле проверки все этот по открывал да получается все хотя вот здесь вроде палоки должно быть еще одна запись можешь это упустил какая-то странная музыка заиграла когда я окунул ножки в нефть и она я знаю где она я пойду за ней хорошо мы идем ты чувствовала дрожь да тогда все ноте это все предвестники скоро начнется землетрясение нужно спешить ой красота мы спасем унурату и вместе отыщем ларец да уж спасем унурату отыщем ларец вперед идем альтрис брызг ахх... рядом гробница испытаний Так, а где оно у нас? Так, а это у нас... По-хорошему мне нужно туда. По факту... Она подо мной. Ну, и я туда сначала. Пойдем сначала в гробничку. А, он ура-то там подождет. Как раз спустимся хотя бы. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, ты не падай. О-о-о. Красота. Ну, вот и гробница. Идете сюда тогда. Да. А, тут вода. У-у-у-у. Ладно, погнали. Это вот вся гробница такая. Так, что это мы там сзади задержимся. Надеюсь, она не вся подводная. Давай уже. Такое ощущение, будто она вся под водой. Тут очень много разветлений, я смотрю. Так, и правильно, да? Да, все правильно. Вот и проход. Неизвестная территория. Гробница. Ну, вот, можем и подниматься. Нет, давай залезай. О, что-то у нас. О-о-о. Тотальный мамский. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Стоп, у нас такая уже была. На дежавю сейчас. Ну, нет, у нас была такая фигурка. Может, это в другой культуре, конечно, такое было. Но это точно такая же вещь. Да, мне здесь придется реально повозиться. Ладно. Давайте пока на этом с вами, на сегодня закончим. Потому что, что здесь будет сейчас Виндига? Самый веселый на начало четвергового моста был. Так что, ребята, ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на канал. Ну, а с вами был Веска. И мисс Ларат. До скорой встречи. Пока, удачи. Увидимся.